Щенки в отдельном вольере, взрослые особи тоже. За ними присматривают сотрудники и волонтеры. В холодильнике мясо для животных, на плите варится еда. Вот в таких котлах у нас варят еду в день. Примерно получается два котла у нас на вот этот питомник. Плюс еще докармливаем сухими кормами. У нас содержится мясо, крупа, сухие корма. Документы есть на каждое животное. Здесь они содержатся в карантине. Им делают необходимые прививки. Также собаки и кошки могут проходить лечение, если это требуется. По поводу сообщения о трупах собак на территории учреждения сотрудники говорят так. Мы занимаемся уборкой трупов в городе. И такие животные у нас могут быть. Плюс у нас есть смертность щенков от энтерита. То есть об этом знают все абсолютно. Плюс у нас выходит из строя мясо, то есть портится. И оно тоже подлежит утилизации. Два месяца не работал ветсанутильзабот. В начале ноября он был закрыт. Подборы трупов мы делать продолжали. И из-за этого 60 дней у нас не было возможности вывозить животных. Никуда и утилизировать эти трупы. Поэтому вместе с испорченным мясом это все хранилось естественно у нас. Ветсанутильзавод возобновил свою работу в январе. Соответственно мы начали вывозить. Все мы работали в штатном режиме, так скажем, как работали. В службе по контролю за безнадзорными животными нам показали, как хранятся опилки, еда и другие необходимые предметы для собак и кошек. Сотрудники муниципального предприятия считают, что несоответствующую действительности информацию распространяют люди, которые выступают против зоозащиты в России в целом и против принятия закона об ответственном обращении с животными. Когда данное сообщение получило такое распространение, мы, конечно, были шокированы и, честно говоря, глубоко обижены. Особенно наши сотрудники, чего уж там говорить, потому что вся душа наша здесь. Мы работаем очень много лет, занимаемся животными. До этой организации мы все занимались бездомными животными. И, конечно, такой удар по нашей репутации, учитывая то, что мы очень много лет отмывались от репутации муниципального предприятия «Лайка», которое не так давно было реорганизовано, конечно, это для нас был шок. В службу по контролю за безнадзорными животными может прийти любой желающий и увидеть, как здесь живут кошки и собаки. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».